Итак, всем привет, с вами Топ Гай, и мы продолжаем играть за Германию, это уже пятая серия, в прошлой серии мы тут захватывали Африку, повоевали с Францией и Россией, которые обиделись за то, что мы захватывали Африку, от США отбили высадку, ну и в принципе, что, у нас репутация уже спала, можно, ну как спала, спала сотки, у нас никто нападать сейчас не будет, можно подзаняться немножко экономикой, мы тут вышли в небольшой минус, ну, мы это быстренько покроем, я даже часть строительного сектора сносил, потому что, ну, у нас как бы случилась проблема, у нас кончились свободные люди, у нас в стране настолько хорошо, что безработица, как видите, 6000 из 63 миллионов, да, то есть приближается к нулю процентам, и, соответственно, ну, просто нету работников, поэтому и строительный сектор, который тоже занимает работников, я сносил, и, возможно, мне придется что-то сносить в Германии, чтобы освобождать более приоритетную промышленность, потому что, если мы посмотрим на наш рынок, то нам очень не хватает электричества и каких-то еще ресурсов, но в целом рынок стабилизировался, и мне там предлагали с Францией эмбарго ввести, я посмотрел, что у нас с Францией, оказывается, это мы импортируем в Франции просто миллион вещей, и из этого можно сделать два года, во-первых, нам заменить это будет не очень приятно, видите, у нас даже с импортом по многим товарам не хватает все равно, этого товара, допустим, вот инструменты, как вы можете видеть, мы импортируем 4 тысячи, и у нас все еще, да, 4 тысячи, нехватка, и куча-куча-куча других вещей, и, то есть, если мы прекратим торговлю, мы, в принципе, очень свое население этим обидим, уровень жизни подопадет, но также это мы используем где-то перед войной с Францией, потому что, так как очень большая часть экономики зависима от экспорта в Германию, как ни странно, то, вот видите, вот это примерно падение экономики от, я так понимаю, приостановки этого экспорта, здесь вот была приостановка тоже, я не помню, что там во Франции происходило, это, в общем-то, очень-очень солидно, они зависят от нас, в России поменьше, в России вообще ВВП почти не растет, я бы сказал, вот последние несколько лет он вообще только падает, в любом случае, нам нужно решить проблему населения, во-первых, мы подкачаем сейчас техи, вот это освободит нам народ, вот это техи освободят нам народ, это нам даст больше электричества, то есть можно будет посносить, освободить тоже народ, и, в общем-то, движемся к автоматизации, и после этого мы просто будем, как безумные, качать военные техи, и выходить за стол без чести, я думаю, и вести просто бесконечные войны, скорее всего, ну, посмотрим, как у нас что пойдет, у меня пока есть несколько вариантов, куда мы можем атаковать, во-первых, обязательно мы вернем Эльза Салтарингию, во-вторых, мы обязательно себе заберем обратно Шкейлзе Гольштейн у Скандинавии, который не присоединился к нам во время формирования Германии, и у нас еще есть, на самом деле, варианты позахватывать территорию Австрии, и дополнительные варианты, это позахватывать территорию у Индии и у Цына, и там и там, на самом деле, очень много людей, и поэтому мне эти варианты очень нравятся, но варианты Австрии мне еще так же нравятся, потому что там все-таки немцы, и они более-менее образованные, то есть их можно даже включить в стейты, и неплохо там отстроить промышленность. В любом случае, пока будем смотреть, как будет что-то развиваться, поехали. И как один из способов решения проблемы с деньгами, мы себе пропорционально локфу вводим, предложено нам дать больше 1 миллиона по ожиданиям игры, и в принципе, да, это даст нам очень много денег, у нас и так их много, но будет еще больше. Ну, мы потихоньку переходим на ГСМ в нашем производстве, и будем потихоньку куда-то добавлять. Конечно, это еще немножко повышает электричество где-то, но, допустим, здесь нет, здесь у нас только плюс ГСМ, минус потребление угля, что, кстати говоря, неплохо, и освобождаем сразу 100 тысяч работников, это же прекрасно. И к нам очень часто начали теперь мигрировать люди, и посмотрите на этот рост. Мы начали 64 миллиона, с таким процентом наше население растет очень-очень уверенно, и плюс миграция, и вместе с этим, видите, ВВП тоже начал жутко расти, потому что наш ВВП сейчас ограничен не нашими деньгами, не нашим строительством, да, видите, мы даже не строим по максимуму, потому что, ну, от этого мало что будет, если говоря, вот наш налог, и мы получаем по 1 миллиону, и это я еще снизил налоги. Если у нас внезапно появится реально необходимый деньгах, мы можем получать по 2 миллиона. Так вот, этот ВВП наш только ограничен населением, потому что, очевидно, мы не можем провести больше, чем у нас есть, собственно, груг для производства. И вот у нас подходит порвает рубина. Смотрите, порвает рубина, начнет нам давать намного больше электричества, и требует за это угля. И как раз по абсолютно не случайному совпадению, как видите, цена сейчас угля повышается очень жестко, но, если мы здесь переходим на ГСМ, цена угля, как вы можете видеть, во-первых, здесь производство повышает, потому что это угольная шахта, во-вторых, нам требуется меньше угля здесь, в шахтах, так что отличное совпадение, я бы сказал. Наша экономика сейчас должна тоже неплохо подняться на этом. И мы нашей промышленностью, нашими новыми апгрейдами достигли уже 1 миллиарда ВВП. Давайте посмотрим на наших конкурентов. Причасток нам Франция, всего лишь 360, в три раза меньше нашего. И дальше идет вообще ЦИН, который только сырье имеет. И Ишки вообще не в состоянии хоть как-то догонять, или, не знаю, хотя бы даже чуть-чуть сострелять за перечисто игроку. По ощущениям, там просто вся экономика минус работает. Ну да, если мы попрыгаем по зданиям, мы видим, что много у кого запасов денег нету. То есть реально как-то Ишка очень плохо балансирует, очень плохо подстраивает все дамы. Ну а мы ждем пополнения казны, уменьшения дурной славы. И потом, наверное, мы пойдем либо в ЦИН, либо в Британскую Слиндию, посмотрим. Либо пойдем просто искать ГСМ, потому что наш теперь самый главный ресурс, это ГСМ, это нефть. И знаете, я его нашел. У нас есть ГСМ в Западной Галиции, а значит, он скоро станет полноценным немецким. А пока, чтобы снизить потребление, я даже переключу разведку свою, с моторизованной на гонцов, чтобы она просто не потребляла ГСМ. Это даже будет мне в плюс, потому что если нам внезапно какого-то товара не хватает, это уменьшает все статы, а не только статы вот этого вот метода. И так, у нас теперь денег более чем хватает. Мы ставим низкие налоги, самые низкие, и все еще получаем плюс. Пускай население остается лучше по деньгам, лучше по уровню жизни. Это, в принципе, скажется на, я думаю, нашем количестве населения. Крайне вере, надеюсь, это было бы логичным. А, соответственно, еще дальше поднимет нашу экономику, которая только растет вверх и вверх. Смотрите, перешел я на новый закон по здравоохранению, и прирост-то уменьшился, да. Смотрите, сейчас он 1.9, и сделал я это ради теста, потому что я ждал, что как раз кидал, он уменьшится. Но я просто хотел проверить, точно ли так работает эта механика. Что если мы сейчас вернемся? Я надеюсь, здесь он еще не принят. Да, так и есть, смотрите, мы принимаем закон. В общем-то, и он снижается. То есть, этот закон реально работает так, как я и понимал. Он зависит от уровня жизни. То есть, если у вас уровень жизни достаточно большой, вам на самом деле даже выгоднее иметь платную медицину. И это, мне кажется, не очень логичным. Но в целом, окей. В целом, это работает реально так, как здесь написано. Так что, если у вас больше двадцатки, то индивидуальное медицинское страхование — ваш выбор. Тест проведен, тест проведен успешно. Поэтому, конечно же, мы его отменяем. Зачем нам уменьшать наше приростное население? И если посмотреть на наши законы, то в целом-то мы больше не хотим ничего менять, да? И я думаю, а будет ли хоть какая-то проблема сделать вот так? Так, только на нас кто-то злится. Ну-ка, перестаньте. Отлично. И мы таким образом всем этим лояльны за то, что они у нас в этом... В правительстве, верно? Ну, ингридистов мы уже не можем, окей. И... Точнее как, у них не будет дебафа от того, что они в оппозиции. И так как нам не нужно менять законы, я не вижу вообще в этом проблем. Пускай они все будут здесь. Верно? Наша политика по населению даёт свои плоды. Как видите, в Ганновере уже даже появились свободные крестьяне. Но правда в том, что они просто ещё устраиваются на работы. Здесь всё ещё есть работы. Просто какие-то из них от этого полностью пустовали. И они потихоньку доходят до разных работ. Но это значит то, что потихоньку у нас сейчас снова появятся свободные люди. И это очень классно. Тут французы хотят обидеть бедных африканцев. Ну, собственно говоря... Они же не будут против, если мы тоже им поможем вместе с Австрией, да? Я вообще ожидаю, что они здесь отступят. Но посмотрим. Если они отступят, то, конечно, мы вмешаемся. И нет, они не отступились. Это значит, что снова пора идти в Париж. И, я так понял, они сдались. У меня нет никакого уведомления, но... Я уже поставил везде армии. Расставил, да, в Африку отправил, сюда отправил. Но они, похоже, сдались. Я не уверен, как мне посмотреть. А вот репарация. Нет. Спасибо, Парадокс, что мне ничего не рассказываете, но... Да, наверное, они сдались. Ну, это было бы логично. Против них очень сильные страны. Ну, как бы, очень сильная страна и Австрия. Ну, ладно, допустим. А вот, смотрите, оказывается, просто уведомление. Так понимаю, там снизу какой-то список, и они не могут подняться вверх, пока вот эти не уйдут. Вот, в страну Франции, на самом деле, отступает. Вот она. Собственно говоря, здесь и видно это уведомление. И пока я жду, пока у нас спадет дурная слава, наше население уже 71 миллион. Но мы реально очень уверенно растем. Ну, и, очевидно, чем больше население, даже с тем же приростом, тем быстрее оно будет расти. И это, конечно же, хорошо. Мы так в один момент, я думаю, сможем обогнать даже, возможно, Индию. Ну, и плюс мы что-то подзахватим, да? Мы хотим, очевидно, захватить Краков и Западную Галицию, потому что это один стоит. И там, и там есть нефть. Так что тоже тест на население. И, возможно, я там же бы захотел захватить какую-нибудь богемию. Там что-то живет 3,5 миллиона населения. Там вон 600 тысяч крестьян, которых можно посетить на полезные фабрики. А пока они просто там стоят и ничего не делают. Жил я себе мирно, никого не трогал, да? Наше население растет. Мы тут промышленные технологии, да, качали. Хочется уже, наконец-таки, до оптимизации добраться в производство. И тут американцы решают нашу колонию позариться. Ха. Удачи им. Но, судя по всему, они отказались или что? Почему у меня нету дипломатической игры? Непонятно. Потому что я уже здесь участвовал. Не создавалось это. Это какой-то баг парадоксов, видимо, не знаю. Но нет, так нет, ладно. А мы, кстати говоря, исследовали телефоны. Значит, можем перевести бюрократию на новый уровень. Следовательно, нам перед этим надо построить эти телефоны, очевидно. Так что этим мы сейчас и займемся. А у нас тут, как раз, видите, население уже освободилось. Прекрасно же. На самом деле, рост очень-очень приятный. И знаете, что я думаю? Пора уже сделать, раз мы перешли на телефоны только что. Можно было бы попробовать подключить Африку. Хотя, знаете, почему этого не стоит, наверное, делать? Они нам очень в грамотность. Как сказать? Очень грамотность нам сбросят. Потому что они тоже будут считаться. Хотя они начнут платить налоги. Но я думаю, пока не стоит, пока не стоит. Все-таки, да. Грамотность важнее, потому что из-за грамотности мы быстрее следом технологии. А нам нужно как можно быстрее сейчас добить все нужные и начать просто армию следовать. А поскольку мне, в принципе, бюрократия столько не нужна, да, то мы можем просто посокращать правительство. Это сейчас создаст у нас слишком дешевый телефон, я подозреваю, потому что телефон пока у нас нужен только правительству. Но мы просто, если что, подсократим. А нет, смотрите-ка. Население только так их ест. Так что даже не надо сокращать производство телефонов. Прекрасно. Мы как скоро следуем, кстати говоря, радио. Тоже будет полезно. До места дошел слушок, что вот здесь вот можно найти нефть, на самом деле. Да, если напасть, захватить Мирину. Мирине вроде как можно ее найти. Сколько у нас? 76 этого. Если мы добавим еще... Нормально. Вот сейчас получается 91. И я думаю, вот как раз захватим Мирину. И если мои поиски того, где можно еще найти нефть, были правильными, то там мы сможем еще построить все вышек. И это, конечно же, будет супер, потому что у нас буквально для полноценного развития единственная остановка это ГСМ. И, кроме Португалии, еще захотели османы помочь, но османы, как и Португалия, это все пыль. Так что без разницы. У нас, если говоря, флот уже очень сильный. У нас тут корабли современные. Я бы сказал, может поспорить сейчас с любым флотом. Ну и мы сейчас будем высаживаться в Мирину. И я думаю, у нас должно получиться без проблем. Я ожидаю, что там будут некачественные войска. Ну и ожидаем, что Португалию мы побеждаем. Ну и здесь мы тоже точно так же ожидаем, без проблем побеждаем. Война закончилась. И я надеюсь, что мы сможем здесь открыть нефть. Иначе это получится бесполезной войной. И лучше бы я тогда воевал с Австрией. И я думаю, пришла пора нам начать войну. У нас, конечно, репутации хватает, но я так посмотрел. Сейчас мы еще штурмовые войска изучим. Наши войска уже прям очень-очень плотные, да. По сотке он имеет. Это еще без бафа. Бафа, получается, будет 130. С генералом еще больше. У Австрии этой войска вообще пыль по сравнению с нашими, да. Если у нас потом на счету нападает, то ладно. Но к тому моменту мы доизучим штурмовые войска. Поднимем себе еще статы. Какие-то здесь еще тихие. Надеюсь, у нас будут распространяться, пока никто их не исследовал. Я все видите, качаю пятые уровни в надежде на то, что какой-то из этих четвертых кто-то прокачает. Но если не повезет, то придется накачать расшелированную оборону, выходить в авиацию, чтобы дойти до механизированной пехоты. Потому что хочется самую последнюю, да. И хочется уже делать танки, это, собственно говоря. Ну, а меньше слов, большее дело. Нападаем на Австрию. И за нее собираются зайти очень много стран. По ощущениям, все великие державы, да. Они чувствуют угрозу от нас. Их хотят назирать. Кстати говоря, игра начала идти просто невероятно. И медленно, посмотрите, как медленно идет. Я думаю, что эту серию мы еще доснимем и следующую. Но потом, ну, просто невозможно. Слишком медленно идет игра. И за них зашла ЦИН. Ну что ж, зашли так зашли. Толку от них будет ноль. У них, я думаю, войска еще должны быть хуже. Ну-ка, давайте посмотрим. Ну да, это просто смех, на самом деле. Единственное, интересно, если зайдет Франция, тогда я добавлю сюда еще Эльза Слатарингию. Если зайдет Россия, что-нибудь попросим тоже у России. Посмотрим. А еще мы заберем территорию, собственно говоря, Китая. Заберем Фудзянь. Я посмотрел, что это из прибрежных регионов, самый здесь населенный. Застроим его на полную, на шелк, на красители, на табак. Вот это все. Но в основном, конечно, здесь шелк и красители. Меня интересует. Нам их несколько не хватает. Хотелось бы мне, конечно, найти территорию с нефтью. Но пока... Пока нам не везет с этим. Вот здесь не находят. Значит, может быть, я был неправ. Но здесь мы хотя бы точно завоюем. И вот форна стартует. И мы сразу же, конечно же, высаживаемся. Только вопрос, кем? Да. Ну, по ощущениям Гинденсбургом. Потому что он хороший планирующий в наступлении. Но на самом деле Хаузеном. Потому что у него армия чуть поменьше. И дебаф он получит поменьше. А Гинденсбург пускай наступает в Австрии. Так, высток в Южном Китае удалось. И теперь мы переходим в наступление дальше. Собственно говоря. Без проблем мы здесь побеждаем. В Австрии мы тоже побеждаем. Единственное. Нам, ну, совсем не везет с количеством. Да. У нас сравнилось 28, их 71. Что это за бред, как говорится. Но зато здесь прокнула просто огромнейшая битва. Посмотрите на это. 313 против 198. Ну и конечно, при таких числах и с таким присутствием качества. Мы просто перемалываем австрийцев. А, забавный факт. В империи Цин произошла революция. И я не получу. Теперь китайский этот регион. Но конечно же мне никто дурную славу меня не заберет. Да. И что мне теперь делать? Нападать еще отеля на Небесное Царство? Ну, что это за бред? И вот мы получили то, что хотели. Австрия капитулировала. И мы наконец-таки получили наши буровые вышки. Слава богу, так мы хотели получить. Как сказать. А, да все окей. Встали они нам в постройку. И потихоньку мы получим отсюда нефть. И это конечно меня очень радует. Можно заодно ставить сразу тихие все нужные. И я надеюсь, что это хотя бы частично покроет наши... Нужды в нефти. Но по факту я чувствую, что этого не хватит. И мне нужно ехать в Техас. Потому что в Техасе нефть точно есть. Я помню. И соответственно. Нам, я думаю, предстоит война именно с... В Мексике получается. Но это в следующей серии. Надеюсь, что в следующей серии не будет последней. Мне хочется доиграть конечно до конца. Но игра просто очень медленно идет. Просто очень-очень медленно. Это ужасно. В это играть невозможно. Вот в эти поздние даты. А что будет через 10 лет, я даже не представляю. Ну в случае мы очень неплохо поднялись по ВВП. Но все за счет населения. Потому что мы очень поднялись за счет населения. Сейчас у нас узкое горлышко в виде нефти. Как видите, просто жуткая нехватка. Ну и как только мы решим проблему с нефтью, наш ВВП еще дальше полетит. И мы сможем попереключать кучу наших. Просто реально кучу наших производств на нефть. Как видите, просто дикие плюсы. Всего лишь найдя нефть. Ну а с вами, ребята, был ДомГей. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Лайки, комментарии, все как обычно. До скорых встреч. Пока.